За дефицит мест в детских садах из-за нежелания общаться в отставку. Кировщане вышли на пикет против главы Департамента образования Александра Петрицкого. Больше всего, конечно, претензий у тех, кто не может устроить детей в дошкольные учреждения. Прямо в тему сегодня появилась информация о том, что в одном из детских садов Кирова сотрудники незаконно устроили своих детей. В отставку! В отставку! В отставку! На пикет большинство пришли после того, как их дети в очередной раз не получили путевку в детский сад. Многим уже исполнилось 4 года и, по словам участников, перспективы никакой. Говорят, что слышать в Департаменте образования никого не хотят, а новые детские сады, которыми козыряют в администрации города, полностью не решат проблем с местами. Пусть работают, но, как говорится, исправляют ситуацию. Знучка хочет в детский сад. С 15 августа мы не можем, в августе день рождения, не можем попасть. Наше мнение, вот когда все дети в 3 года обеспечены местами, это есть результат работы. Когда очередь в детские сады составляет более 3000 человек, это уже говорит о том, что человек не справляется со своей работой и надо что-то делать. Губернатор у нас поменялся, все поменялось, власть поменялась, а Петрицкий-то тот же самый, и он как бы давно работает, и он видит эту ситуацию. То есть планировать, что ли, на будущий год прием детей пойдет в детские садики, надо планировать. То у нас все хуже и хуже только с каждым годом. Сам Александр Петрицкий за отставку, которого выступают кировчане, к участникам пикета не вышел. Окна рабочих кабинетов были плотно закрыты жалюзи. Скорее всего, главе департамента сейчас не до пикета. В ходе контрольной проверки детского сада номер 41 выяснилось, что заведующий без путевок в обход очереди устроил в него четырех детей своих сотрудников. Оплата за детский сад проводилась по чужим квитанциям. Заведующая уволена. По поводу наказания главы департамента образования Александра Петрицкого не уточняется. Контрольные проверки в детских садах обещают продолжить.